Следующий номер все-таки придется объяснять. Это пьеса, такая некоторая притча с элементами научной фантастики. Грубо говоря, в какой-то момент ученый-астроном вдруг заметил в небесах некоторый объект, некоторое МЛО. И он связался с этим МЛО, и они нашли какой-то межпланетный язык. И из короткого диалога он понял и объявил начальству, в том числе и генеральному секретарю, что появилось МЛО, которое путешествует по всей вселенной в поисках мыслящей материи. И вот этот объект добрался до Земли, и он скоро нас покинет, потому что он всю необходимую информацию о полосу настоящей и будущей Земли собрал. Тогда несчастный генеральный секретарь попросил этого астронома связаться с этим самым МЛО и спросить, могли бы они показать, что же Землю ждет в будущем. Они ответили, нам ничего не стоит это показать. Когда он спросил, нельзя ли устроить сеанс этого показа, они сказали, пожалуйста, но ни один землянин этого зрелища не выдержит. Все равно покажите. Ну, пожалуйста, один означает день, но и размещает в трех боксах своих родных трех сыновей, из которых один военный, который утверждает, что война ядерная и неизбежная, и слава Богу, потому что тогда наконец на Земле установится настоящий порядок, и это совсем не значит, что это будет самоубийство человечества. Второй военный инженер уверяет, что никакой войны быть не может, никому не нужно самоубийство, зато война так стимулирует научную мысль, что чем больше будут к ней готовиться, тем больше развиваться научно-техническая мысль, технологии и так далее. А третий сын у него террорист, который настолько ненавидит человечество, все, что он счастлив, что будет это самоубийство всего человечества, он только и хочет, чтобы оно настало. Вот такой, вот такие у него сыновья, он их размещает в этих трех боксах, проходит сеанс, да, секунду, секунду, он размещает их в трех боксах, и перед сеансом он обращается к самой высшей инстанции. И я сочинил его молитву, более того, я сочинил ответ этой инстанции. Ответ этой инстанции исполняла Ваша Иткина, у которой был поразительный, матовый такой, окрашенный голос, неслыханной красоты такой певицы. И она как-то вот таким вот негдешним, полным человеком, полным божественным состраданием голосом, исполнила эту коротенькую, коротенькую фразу в высшей инстанции. А молитва моя была такая. Ой, ладно, все. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, не погуби, не допусти до последней погибели Род человечий, жалься, Подвигни сровые души к любви И согласию даю стоять Перед злоб и соблазном Отец наш предвечный Ненаказовый, неразумных детей Окончательный казню, Господи, Не погуби, не сжалься, Всеправедный, о, отче, Верим мы, что творим, что делаем, Все разумеем, Вновь неизбежен, как рок, Враг наступающей ночи. Боже, спаси, Просуми, Ты же видишь, Что мы не умеем, Ты же видишь, Что мы не умеем. Но как же так, Вы знаете давно, Где свет, Где мрак, Что зло И что добро, И вам дана свобода Выбирать, И я ее не в силах Отобрать, Иначе вы не будете людьми, Иначе невозможно быть людьми, Иначе невозможно быть людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!